Доброе утро, полуостров! Утро нового дня, начинается понедельник, день тяжелый, но мы постараемся делать все, чтобы он прошел у вас прекрасно. Алексей Будников, Оля Найс, ну ты знаешь, Леш, говорят понедельник день тяжелый, но для некоторых, вот у меня есть отдельные знакомые личности, которые просто вот ждали, когда же понедельник и снова на работу. Когда же закончатся эти выходные, как мы от них устали и хочется начало рабочей недели. Хочется поработать, потому что такое прекрасное время года, а летом что делать, в отпуск ходить? Нет, работать, работать, работать. И мы, кстати, работаем на крыше жилого комплекса «Альфа», чему мы очень рады. И от нашей студии к вашему дому передается только летнее настроение. Мы в этом очень сильно надеемся и постараемся, чтобы так и было. И давайте посмотрим, что же нас ждет в ближайшие 60 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все начинается с эскиза. В Симферопольском этнографическом музее открылась новая выставка ювелирных работ. Одними из первых музыку в камне увидела наша съемочная группа. Включение из Евпатории, Ялты, Керчи и Симферополя, главные события полуострова. Все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Ну что, начался туристический сезон. Этому все безумно рады. Крым принимает гостей с разных регионов нашей необъятной страны. И, конечно же, Крыму есть чем похвастаться, есть чем удивить всех желающих. И хотелось бы подробнее остановиться о диких пляжах Тарханкута. Вы посмотрите сейчас эти кадры на ваших экранах. Они невероятной красоты. Мы немножечко расскажем, что дикие пляжи Тарханкута – это красивое море и дикие скалы, окружающие его стеной. Очень чистая, прозрачная вода всех оттенков синего. Море достаточно глубокое, но очень холодное, поэтому нужно быть к этому готовым. Пляжи каменистые. Не самое лучшее место, конечно, если вы предпочитаете пологие входа к морю и мелкие камни. Но идеальное для того, чтобы получить эстетическое наслаждение. Да. Кстати, на Тарханкуте многие, те, кто занимаются подводным исследованием, так скажем, выделяют прозрачность воды. И там идеальное место для дайвинга и снорклинга. Мы тут немножечко с Олей подготовились и узнали, что снорклинг почти то же самое, что и дайвинг. Только с трубкой. Да, да. И на самом деле, много мест в Крыму, но вот что касается пляжей Тарханкута и Тарханкута в целом, говорят, что там самые прекрасные закаты. Я имел честь наблюдать, действительно подписываюсь под этим выражением, там правда очень красиво. И я думаю, что многим туристам стоит туда съездить, как минимум хотя бы, если вы там не будете отдыхать долго, то поплавать в этой холодной, но прозрачной, прекрасного цвета синей воде. Где еще укрываться от солнечных лучей? Конечно же, в тени деревьев. И в Крыму у нас достаточно прекрасных парков, но сейчас я хочу рассказать об одном парке в Японии, действительно, который меня удивил, потому что дорожки, столики, детские горки и все другие объекты выполнены в шахматной теме. Ну, разумеется, в парке можно найти непосредственно шахматные доски для того, чтобы люди поиграли в эту прекрасную игру. У туристов парк, конечно, странно не вызывает большого ажиотажа, но местные жители очень любят туда ходить и прогуливаться. А почему не вызывает ажиотажа? Потому что он сделан на деньги волонтеров и, собственно говоря, не из дорогих материалов. То есть практически все сделано из эко-материалов и картона. Ну, самое-то главное, что горожане его действительно любят, туда ходят, очень классно там проводят время. И шахматную доску не нужно иметь, нужно иметь только фигурки, потому что действительно этих красно-белых, черно-белых иногда квадратиков хватает для того, чтобы расставить все эти фигурки и поиграть в шахматы и классно провести время. А вот что касается Крыма, действительно, очень много парков. И об одном хотелось бы рассказать немножечко подробнее. Приморский парк города Ялты посетил наш корреспондент Стефан Филатов и уже торопится рассказать о нем вам. Богатая коллекция растений в непосредственной близости с Черноморским побережьем. Многие, кто побывал в Приморском парке Ялты, сравнивают его с оазисом в пустыне. Здесь можно перевести дыхание в тени деревьев великанов, насладиться красотами уникального ландшафта и узнать много нового из отечественной истории. Первое, что бросается в глаза сразу после того, как вы попали на территорию парка через главный вход. Это, конечно же, масштабный монумент Антону Павловичу Чехову. Выполнен он из бронзы, установлен в 1953 году на 49-ю годовщину смерти великого писателя. Строительство парка началось через три года после окончания Великой Отечественной. Реализацией амбициозной задачи руководил именитый архитектор Гюго Вийпус. Благодаря его трепетному отношению к планировке аллеи, утопающей в зелени, эта территория стала естественным продолжением центральной набережной Ялты. Гималайский кедр, крымская сосна, маслины, кипарисы, эвкалипты. Высадкой растений занимались небезразличные горожане по собственной инициативе. Саженцы завозились из питомника Никитского ботанического сада. Уже в начале 50-х годов прошлого века на клумбах появились тысячи деревьев и кустарников. Сейчас их, конечно, куда больше, но и те первые экземпляры, которым около 70 лет, живы, зелены до сих пор. Приморский парк растянулся на 2 километра вдоль побережья. Площадь территории достаточно большая – 20 гектаров. Благоустроенные по современным стандартам тротуары и зоны отдыха, аутентичные элементы построек и даже древние амфоры. Это место находится будто на стыке эпох. Кажется, что все здесь обеяно тайной, даже воды подземного ключа. Этот бювет появился здесь, в парке, относительно недавно, в 2004 году. Вода из него идет минеральная. И говорят, что она крайне полезна для печени и почек. Сейчас узнаю это на своем опыте. Так, кажется, сегодня не мой день. Ну да ладно, не сильно это и хотелось, потому что говорят, что вода из него на вкус не очень приятная из-за переизбытка сероводорода. На территории урочища расположено множество санаториев, где любили отдыхать советские музыканты и актеры. Говорят, что бывала здесь и жена последнего российского царя. Правда это или вымысел – уже не узнать. Кстати, мифов, связанных с Приморским парком, немало. Согласно одному из них, первое свидание нужно проводить именно тут. Суеверие сулит паре долгую и счастливую семейную жизнь. Чаще всего для таких целей выбирают эту площадку. Эта смотровая площадка является венцом парковой аллеи. В самом центре расположен необычный декоративный бассейн. Вот та его часть напоминает в точности Крымский полуостров. Кстати, этим необычная архитектура не ограничивается. Только посмотрите на эти арки и колонны. Какая красота! Символом этой чарующей зоны по праву считается величественная колоннада. Пожалуй, одна из самых популярных точек для фотосессий на всем Южном берегу. Стефан Филатов, Евгений Гарбузов. Утро нового дня. Чигуйджон. Непростой житель Китая. Сразу отвечу, Оль, на твой немой вопрос. Это человек, который поставил необычный рекорд и удивил всех своей силой. Дело в том, что этот молодой человек отжимается на одной руке. Что, в принципе, тяжело сделать даже простому человеку отжаться на одной руке. Более того, он отжимается только на указательном пальце. Видео, если вы запомните его имя, вы можете найти в интернете. И за 30 секунд он сделал 41 отжимание. Это абсолютный рекорд, что касается подобных отжиманий, которые делают немногие. Но, а вот что касается тех рекордов, которые ждут вас, они обязательно будут. И они затмят рекорд уроженца Китая, потому что наши спортсмены делают все для того, чтобы вы чувствовали себя максимально спортивно, утром. И позитивно. Мне кажется, Валериан Азериан может отжаться вообще без рук. И я думаю, что он скоро это продемонстрирует. Давайте передадим слово спортивной площадке. Валериан, доброе утро. Доброе утро, ребят. Доброе утро, дорогие крымчане. Конечно, действительно, отжиматься без рук – это вы мне задачку подбросили. Наверное, все-таки сегодня обойдемся как-то без нее. Но, тем не менее, качественно взбодрить свой организм и привести его в тонус. Для этого у нас есть сегодня настоящий алгоритм. Тем более, расскажет и покажет его сегодня многократный победитель международных и всероссийских турниров по ММА. Один из лучших тренеров Крыма по смешанным единоборствам – Энвер Абликимов. Привет, Энвер. Здравствуйте. Энвер, ну давай покажем нашим телезрителям, как можно привести свой организм в тонус максимально оперативно, но при этом эффективно. Чтобы день был максимально энергичным. Это точно. Так, начнем с простых упражнений. Мы только проснулись, получается, не надо ничего делать сверхъестественного. Особой сверхнагрузки не нужно, да, вот как только мы встали с кровати? Поэтому, ну, первое упражнение для того, чтобы разогреть весь организм, есть такое упражнение «звездочка» называется. Руки вверх, ножки в сторону. Ага. Вот так вот, да? Да. Делаем его примерно минутку для того, чтобы разогреться. А сколько подходов необходимо? Да его достаточно один, это же утро. Просто так, чтобы организм немножко включился. Потом начинаем усложнять упражнения. Такое упражнение, как бёрпи. Эти упражнения можно делать в коротком пространстве, так что вам специально в спортивной площадке выходить не нужно. В общем, учет у себя в комнате запрещать. Да, 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 все прекрасно делается. Ручки уперли, отбросили ноги. Ага. Прыжок вверх. Опа. И продолжаем. Это легкая нагрузка, по-твоему, да? Ну, да. Ну, для тебя-то понятное дело. Ну, можно сделать их хотя бы 10-15 раз. Ага. Для того, чтобы организм полностью включился. Ну, дыхание, ты знаешь, сразу уже такое богатырское стало, по-моему. Отлично. И потом начинаем разминочку. Разминочку начинаем сверху вниз, начинаем с шеи. Это медленные наклоны. Не ускоряемся никогда. Влево, вправо, вперед, назад. Спасибо тебе большое за такой краткий экскурс. Я смотрю, что ты готов и дальше показывать телезрителям определенные виды нагрузки. Но к этому придет черед уже во втором блоке нашего эфира. Обязательно. Пока есть возможность немножко передохнуть. Хорошо. А мы напоминаем, что спорт начинается с каждого из вас. Становитесь сильными и бодрыми. Спасибо большое. Сильными мы обязательно станем. Что касается бодрости, так его хоть отбавляй. Правда? И вновь и вновь напоминаем о том, что лето. Лето прекрасное. Пора. Лето началось. И туристический сезон открыт. И можно посетить Крым, где вас ждут прекраснейшие места. Вот хотелось бы, Оль, у тебя спросить. Есть ли у тебя какое-то любимое место? Возможно, какой-то водопад, парк? Или, может быть, какая-то гора, где можно... Ты там много времени проводишь с друзьями на технике. Да, есть одна моя любимая гора. Называется Гора Митридат. Она находится в городе Героя Керчь. Само по себе место очень священное и красивое. И если пройти немножечко выше, там будет вечный огонь. Если туда вот присесть рядышком на пригорочку, то можно увидеть всю Керчь. Весь этот прекрасный город. И там очень красивое место. Держать город Керчь на ладони. На ладошке, да. Ну, очень много мест. А вот наш коллега Наталья Жадько побывала в урочище Таш-Джарган. И, ну, никого не оставит равнодушным, я думаю, этот сюжет. И многие здесь хотят посетить это место. Но давайте же узнаем, какие тайны хранит урочище Таш-Джарган и сюжета Наталья Жадько. Опасные обрывы, отвесные скалы и тихий таинственный лес. Так можно описать урочище Таш-Джарган. Уголок почти нетронутой природы близ Симферополя. Место, сохранившее первозданную красоту сквозь тысячелетия. Именно с этих обрывов открывается вид на главную гряду крымских гор. От Долгоруковской илы до Айпетринской. Центральное место в панораме занимает контур горы Чатвердак. Таш-Джарган также представляет собой горный массив, который тянется на 100 километров в длину и находится в одноименной балке в долине реки Западный Булганак. Одноименное название носит и высочайшая гора этого места, почти 500 метров над уровнем моря. Будто бы все стихии планеты, ветер, вода и воздух потрудились над созданием массива в незапамятные времена. Об этом говорят его причудливые формы. С древности эти края заселяли и люди. Первые жители появились здесь еще в первом тысячелетии до нашей эры. Но название Таш-Джарган татарского происхождения. Здесь ранее находился поселок, в котором проживали крымские татары. В переводе на русский оно означает «расколотый камень». Село исчезло много лет назад, а место, где оно ранее находилось, сейчас самый популярный уголок для проведения пикников у симферопольцев. Скифы, тавры, караимы – те, кто жили здесь до крымских татар. Об этом говорят археологические находки, останки людей, посуды. Во время исследования поселений Тавров ученые также обнаружили дольмены – каменные ящики или могильники. До наших времен дольмены не сохранились. Их разрушили местные жители, которые использовали каменные плиты некрополя при строительстве собственных домов. Но удалось сохранить другое. Страшные легенды вокруг одной из самых главных достопримечательностей этого места – пещеры Ташкликаба. Или дырявой. Неудивительно, что она называется именно так. На самом краю обрыва зияют круглые отверстия диаметром около 5 метров и около 12 в глубину. Только оказавшись внутри, можно ощутить, насколько она огромная. Ее еще называют кувшин-жертвенник, так как, по мнению археологов, здесь были жертвенные колодцы тавров. Страшные сказки гласят, что люди здесь слышат плач и стоны, а некоторым даже являются привидения. Но куда чаще привидений здесь встречаются любопытные туристы, а вместо плача и стонов слышно лишь ветер. По одной из версий, именно он вместе с дождем, снегом и водой и создали это чудо природы. По мнению ученых, образованию такой большой пещеры способствовали артезианские потоки воды с их мощным напором. Будто бы когда-то бушевавшее здесь море. Но это только одна из версий. Уникальное место, богатое не только на фантастические виды. В любое время года склоны живописно устелены разнообразной флорой, а воздух наполнен неповторимым ароматом разнотравий. Идеальное место для свидания с природой, до которого от крымской столицы рукой подать. Наталья Жадько, Влад Мошек. Утро нового дня. Хочется наблюдать эту красоту. Все зелененькое, все цветет, все пахнет, все прекрасно. Да, действительно, хочется подышать. Но я думаю, что те, кто проводили активный отдых, не сидя дома на выходных, знают, что все-таки в течение дня разогревает до такой температуры, что прям можно поджариться. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте все правила безопасности. Как минимум, головной убор нужно иметь при себе. Обязательно водичку. Обязательно, возможно, если чувствуете, что уже как-то немножечко начинают щипать плечи, то чем-то их закрыть нужно обязательно. Я надеюсь, что все эти правила безопасности сейчас соблюдает наша коллега. Хотя не сильно жарко сейчас, но прогуливаясь по городу, Алиса Троян с нами на прямой связи расскажет что-то новое и актуальное, интересное для вас. Алиса, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Я думаю, что вы уже все обратили внимание о том, что эти выходные были аномально жаркими. В среднем температура была 38 градусов тепла. И это говорит о том, что в среднем в июле она поднялась на 7-8 градусов выше нормы. И в связи с этим крымчане, мучаясь от жары, превратили синтеропольские городские фонтаны в бассейны для купания. Вот даже, в принципе, сейчас на улице Пере Катерины. И здесь уже даже в народе есть такая поговорка, что это детский аквапарк. Но хотелось бы отметить о том, что это запрещено делать, потому что в воду добавляют химикаты для того, чтобы вода не свела. Потому что если вы вдруг не знали, то на самом деле здесь вода идет по трубам и обратно, когда она испаряется, ее заливают, дополняют. Но в целом на самом деле купаться в ней запрещено, потому что там добавлены химикаты. Поэтому если вдруг, не дай бог, ребенок, который будет купаться в этом фонтане и попьет, какие микробы могут попасть из организма, неизвестно. Поэтому всем настойчиво рекомендуют этого ни в коем случае не делать. Тем более, что, в принципе, резинцы никто не несет. И в фонтанах нет особой фильтрации крупного мусора. Поэтому мы вам тщательно рекомендуем просто пить воду, носить головные уборы, прятаться в тени. И ни в коем случае не превращать фонтаны в бассейны для купания. Также хочется отметить, что в скором времени некоторые фонтаны, которые находятся в парке Метренева, будут оснащены подсветками. И это тоже говорит о том, что запрещено будет купаться, потому что если вы будете там купаться, это может испортить работу фонтанов. На этом, коллеги, у меня все. Я передаю слово вам, чтобы встретиться с вами в следующем часе. Спасибо большое, мы говорим Алисе Троян, которая все-таки вышла с нашей студии на связь. Мы продолжаем говорить о том, что туристический сезон начался. Это прекрасное лето. Лето уже пришло, ждет всех. И в Крыму все, и все, готово к приезду гостей. Да, и солнце, невероятно жарко. Солнце готово больше всех. Хочется поговорить немножко про отели, гостиницы, места размещения гостей. И вот интересный мотель, который находится в Новой Зеландии, расположен среди зеленых сельскохозяйственных угодий. И, в общем, предлагает размещение гостей в вагоне поезда 1918 года, внутри боевого самолета и даже в патрульном катере. Также, вот я не знаю, как это вместе сочетается, но и в хоббичьих норах. Мы говорим о тех хоббитах, которые из фильма «Властелина колец». Мы помним, что это маленькие такие у них хижины были с круглыми дверьми. Ну, даже, по-моему, фильм этот снимали в Новой Зеландии, да? Возможно, какую-то там одну из сцен снимали. Там остались декорации, мне кажется, вот именно в этих местах, да? Возможно, там остались и актеры, которые тоже вас ждут и будут менять полотенца. Ну, вот очень много отелей, гостиниц, мотелей, как мы говорили, уже готовы к работе. Но, знаешь, что, Оля, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать о готовности. Пользуюсь этим советом. Я, собственно, один раз увидел то, насколько хорошо готовы гостиницы Симферополя. Сразу скажу, что все на высшем уровне, но подробнее давайте узнаем из сюжета. В последние годы Крым – одно из самых популярных туристических направлений для жителей из разных уголков нашей страны. Постепенное снятие ограничительных мер позволили уже с 1 июля начать полноценный сезон для санаторно-курортной отрасли полуострова. Большинство туристов предпочитают летом отдых в Крыму у моря. Но и Симферополь не остается без внимания. Совсем скоро тысячи россиян приедут в крымскую столицу. Именно здесь находится центр транспортной развязки полуострова. Многие из них воспользуются услугами городских гостиниц и отелей, которые готовились к этому сезону не в обычном режиме. В туристических объектах, начиная с ресепшн и заканчивая ресторанами и номерами, введены новые правила пребывания с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. На входе каждому гостю предлагают обработать руки антисептиком. Выдают средства индивидуальной защиты – маску, перчатки, бахилы. Обязательно измеряют температуру. Подобная процедура происходит не только при заселении, но и ежедневно при входе в гостиницу. Номерам уделяется отдельное внимание. Обрабатывается все, начиная от дверной ручки, выключателя, до телевизора, холодильника. То есть каждую поверхность, все, что можно, мы обрабатываем. То есть каждый день, ну обязательно, то есть у нас ни дня без дезинфекции. Сами сотрудники проходят медицинское обследование и сдают необходимые анализы. Только после предоставления всех справок они могут приступить к работе. Безопасность и комфорт туристов – главная задача. Но и это еще не все. Большое количество людей планировали летний отдых заранее, покупали путевки в санатории. Многие даты попали на время режима самоизоляции. Самый острый вопрос для туристов этим летом – где и как качественно отдохнуть. Что делать, если сместились ранее запланированные даты, а путевка уже на руках? Для ответов на возникающие вопросы открыта горячая линия минкурортов Крыма. Звонок туда абсолютно бесплатный. Здравствуйте, Сергей, чему вам помочь? Алло, Сергей, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, в Крыму сезон туристический начинается с какого числа? С 15 июня средства развлечения могут принимать в гражданах регистрации по республике Крыма по городу Севастополю. 1 июля средства развлечения могут принимать в разных регионах Крыма. За последние два месяца на горячую линию минкурортов Крыма поступило 6000 обращений. Это больше, чем в прошлом году в 20 раз. В основном, людей с материковой части нашей страны волнует вопрос о возможности прибытия в Крым и переносе туров. Таких звонков более 80%. Мы обратились с вопросом на сайт курортов Крыма и задали, соответственно, вопрос, как быть и что делать. Нам сразу ответили и поменяли даты путевки. Симферополь уже начал принимать туристов. Железнодорожные и авиасообщения работают в штатном режиме, а гостиницы и отели ждут своих постояльцев. Алексей Будников, Евгений Красюков. Утро нового дня. Ну и по традиции, под занавес программы «Утро нового дня» мы успеваем заглянуть в новостную студию, где нас уже ждет полон энтузиазма. Игорь Полонский, который знает все обо всем. Игорь, что подготовили к данному часу? Доброе утро. Доброе утро, Леша и Оля. Сегодня мы, как и всегда, готовы рассказать вам о самых важных и интересных событиях со всех уголков полуострова. Наши телезрители узнают, как в школах Крыма проходит ЕГЭ и как не попасться на уловку мошенников, бронируя отдых на побережье. Еще мы расскажем, готовы ли автобусы полуострова к летней жаре и наплыву туристов. Узнавайте новости вместе с нами и не переключайтесь. Вам же желаю отличного продолжения дня. Спасибо большое, Игорь. Ну что ж... К сожалению, к сожалению, приходится говорить вам до свидания. Но мы знаем, что ваш день будет самым успешным, потому что вы его начали вместе с программой «Утро нового дня». И завтра мы это продолжим с удовольствием. А сегодня для вас работал Алексей Будников. Оля Найс. Мы говорим вам хорошего настроения. Пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»